Самое главное для спортсмена не бицепс, не вот эти ноги сильные, не бить кого-то, а главное иметь сердце и душу добрую. Быть внутренним богатым человеком, духовно богатым. Запомните. Что такое иметь доброе сердце? Рустам Байраков знает, как никто другой. Он профессиональный тренер по тайскому боксу и долгое время проработал в детском доме. Более того, некоторых, особо трудных детей он берет по свою опеку. На данный момент Рустам воспитал уже пятерых. Когда я начал работать с ребятами, стал забирать их на выходные, к себе идти в кино, и проникся и решил, что нужно делать до конца, постараться, сколько у меня сил и возможностей воспитать этих ребят, не просто спортсменов, которые будут грушу колотить, а не дай бог еще где-то это будут на улице применять, в первую очередь воспитать людей, которые будут заниматься спортом, пропагандировать его в регионе. Один из последних воспитанников Рустама – Иван Гаев. Ему только недавно исполнилось 18 лет, а он уже не только мастер спорта по тайскому боксу, но и вполне готовый к работе тренер. На месте мне не сиделось. То есть у меня очень было очень много приводов в полицию. То есть настолько было все печально. И Рустам Шумилевич, сколько бы я ни косячил, Рустам Шумилевич никогда не отпускал меня. Потому что сейчас я вспоминаю то, что я творил, то, что я делал. Я бы не выдержал, честно. Ребенок, я был хулиганистом, но все изменилось. Благодаря тайскому боксу и лично Рустаму Шумилевичу я поменялся. Сейчас сам работаю с детьми, сам тренирую, преподаю. Именно благодаря спорту, считают его бывшие воспитатели, Ивана Гаева уже не узнать. Сложный был мальчик, но потом благодаря Рустаму Шумилевичу Он стал вообще таким, знаете, прямо вот в нем выработался характер, Выработался стержень, он стал настоящим бойцом. И потом он начал, знаете, помаленьку, потихоньку помогать нам, педагогам. Приучал малышей где-то к каким-то дисциплинам. И он прям вот исправился, он стал вообще хорошим таким. Вот сейчас я его могу назвать, прям, знаете, мужчиной с большой буквы. Рустам, как профессиональный спортсмен и тренер, А в первую очередь отец считает, что через спорт можно и нужно воспитывать детей. Главное, вовремя стать для них примером. Я всегда говорю родителям всем, что воспитание – это просто метод показ примера. То есть, соответственно, чем больше ребенок будет проводить в правильном социуме, тем больше он будет правильных вещей. И, соответственно, я всегда говорю, что детей надо с трех лет уже увлекать в спортивные секции, чтобы они даже не занимались там, просто элементарно находились и видели, что там строится, что есть дисциплина такое, да, что есть тренер, говорит умные вещи и так далее. То есть, к спортивным секциям надо относиться всегда не то, что они идут именно мышцы качать, а относиться надо к этому, что он больше времени проводит в правильном обществе и с правильными людьми. Даниил Батвинский, Никита Дроздов, РТК Забайкалье.